Здравствуйте, уважаемые клиенты и партнеры компании E-Market. Зовут меня Артем Зивезин. По традиции для вас я сделаю недельный обзор рынков с точки зрения VSA и с точки зрения Price Action. Сразу хочу сказать, начать немножко с грустного. Это последний обзор в этом году. Следующий обзор, наверное, уже выйдет через несколько недель. Я думаю, что где-то примерно в 11-го числа, либо 18-го января на следующий год. Поэтому я по традиции, можно сказать, желаю вам в следующем году зарабатывать как можно больше и в целом чувствовать себя прекрасно. Но, тем не менее, не будем, собственно говоря, о грустном. Давайте вернемся к рынкам и, наверное, начнем делать наш анализ. Давайте начнем в этот раз с биткоина. Как мы и предвещали, собственно говоря, отбились от нашего покупателя, который у нас обозначился несколько недель тому назад. И сейчас торгуемся в верхней границе. Пока рынок у нас находится в неком флетовом движении. Вообще, в целом, в биткоине, если видите, что у вас сформировался флет, биткоин сейчас чем характерен? Тем, что он любит создавать подобные флеты. И флеты эти очень обычно красивые. Поэтому, если вы видите, что у вас биткоин находится во флете, используйте любую возможность, чтобы в этом флете немножко поторговать. Поскольку, как вы видите, и сейчас, и в целом до того, как он организует, можно так сказать, достаточно правильные границы этого флетового канала, флетовой области, от которых вы можете, в принципе, смело продавать, либо покупать. На данный момент находимся мы в этом флетовом канале. Вы можете воспользоваться возможностью торговли между уровнями 7200, давайте немножко округлим, и 7086. В принципе, неплохо покупать, собственно говоря, от нижней границы и продавать от верхней границы. Если мы говорим о более-менее долгосрочном анализе, при пробое уровня 7200, давайте возьмем более-менее круглый уровень, я думаю, что будет у нас движение к уровню 7500, поскольку здесь у нас нет активного продавца. Между этими уровнями в случае пробоя уровня 7000, в принципе, можем свалиться и протестировать новые лаи. Это уровень 6474, но 6500. Давайте тоже возьмем данную величину. На данный момент все больше походит на движение вверх к уровню 7400, с последующим разворотом до уровня 6400. Ну, в общем, поживем, увидим. Пока что вот есть такой анализ, торгуем во флете, ожидаем пробоя вверх, в случае пробоя вверх торгуем до уровня 7500, в случае пробоя уровня 7086 торгуем до уровня 6400. Придем к следующему инструменту, это, собственно говоря, у нас SP500. У нас продолжается дальнейшее движение наверх. В общем-то, здесь ничего, даже мне и доодбавить, в общем-то, нечего. Используйте любую возможность для покупки данного инструмента. Как вы видите, на данный момент рынок у нас все растет, растет. В общем-то, все то, о чем мы говорили в прошлых анализах, оно все до сих пор живо. Хоть рынок у нас, конечно, перекуплен, тем не менее, мы имеем дальнейшее движение вверх, поэтому вы используете любые откаты для покупки данного инструмента. Здесь, в принципе, уровни какие-то не важны, поскольку мы сейчас находимся вновь на исторических максимумах. Приходим к следующему инструменту, это, конечно же, иена. Иена вернулась в канал, который мы обозначили несколько недель тому назад. И, как мы видим, сейчас у нас происходит торговля в канал. К сожалению, не смогли мы удержаться в уровне 109-420, прям как нож масла пробили его и зашли в этот флотовый канал. Поскольку мы зашли в этот флотовый канал, дальнейшее движение, я ожидаю, в районе этого флотового канала, а именно уровни 109-420 и 109-565. Как мы видим сейчас на объемах, объемы у нас суммарно снижаются. Конечно, у нас в рынке произойдет что-то обязательно грандиозное, когда объемы снижаются на фоне того, что у нас рынок растет. Это всегда сигнализирует о том, что рынок начнет разворачиваться потихонечку, и в целом будет меняться рыночная картина. Но пока подобного не произошло, торгуем в рамках некого флотового коридора, флотового канала. Я не вижу здесь такого момента, что рынок нашел некую точку опоры в этом флоте. Если бы была точка опоры, мы бы здесь увидели некое сужение диапазона, увеличение объема. Ничего подобного не происходит, что явно свидетельствует о том, что рынок у нас начнет планировать, ну не начнет планировать, он планирует у нас по-прежнему пилить в этом флотовом коридоре, в флотовом канале. Пользуемся этой возможностью. Покупаем от уровня 109.420, продаем от уровня 109.565. В случае, если мы пробьем уровень 109.290, ожидаем движения до уровня 109.148, а то в принципе к уровню 108.871. Но я думаю, что мы ближе к уровню 108.871 вернемся еще раз к анализу, и вполне вероятно, здесь где-нибудь рынок найдет некоторую точку опоры. Говорить о долгосрочных покупках пока еще рано. Долгосрочные покупки у нас начнутся от уровня 109.683, и следующая цель 110.292. Придем к следующему инструменту, это конечно же ENA, не ENA, прошу прощения, VTI. Подошли до наших целей, все достаточно прекрасно отработало. В общем-то, как обычно, это достаточно простой методанализ на данный момент. Но мы имеем такую картину, что мы, собственно говоря, пробили верхнюю границу, не смогли закрепиться на уровне 60.79, начинаем откатывать вниз и пробили последний лой на уровне 60.32. Я бы не стал, собственно говоря, сейчас паниковать усиленно, поскольку на данный момент я не вижу, чтобы здесь был какой-то грандиозный такой разворот. Да, конечно, вышли новостные данные, у нас волатильность увеличена, у нас увеличены, собственно говоря, объемы медвежьи, но еще рано говорить о том, что рынок прям полностью развернулся, что у нас все будет печаль и беда, поскольку данное движение вниз сформировано всего лишь двумя свечами. Именно по этой причине все-таки ожидаю дальнейшего движения наверх. Точка опоры, в принципе, сейчас она уже виднеется в рынке, это уровень 60.32. Он такой, знаете, незаметный. Давайте я его сейчас с вами выделю. Это такой, знаете, можно сказать, воздушный уровень, невидимый. Вот возьмем его в кавычках, вот будем придерживаться его. В случае, если мы пробьем данный уровень и пойдем выше, давайте наметим ключевую область, это 60.55. В случае, если мы пробьем 60.55, немножко пофлотим, в принципе, можно прикупить данный инструмент. Последующая цель у нас находится гораздо выше существующего хая. И следующая цель у нас примерно где-то в районе 62.40. 62.40, 62.30, то есть в этих, собственно говоря, направлениях. В случае, если мы и дальше пройдем, будем валиться ниже, что маловероятно на самом деле. Вероятность присутствует, но очень маленькая. Ждем пробоя уровня 59.67 и захода, собственно говоря, внутрь вот этого глобального-глобального коридора, который мы с вами обозначили месяца 3 тому назад, вот эти черные линии. Это, собственно говоря, верхняя граница данного флотового коридора, нижняя и серединка. Ждем пробоя данного флотового коридора, когда рынок зайдет до этого флотового коридора. И при откате к уровню 59.67 можем смело продать до нижней границы. Это будет такая сделка очень позиционно, очень долгосрочная. Я имею в виду такой сценарий. Но если рынок у нас все-таки удержится у уровня 59.67, начнет здесь впилить, уйдет в долгосрочную пилу. Здесь важно именно, чтобы рынок был в долгосрочной пиле. Краткосрочной здесь нас не интересует. Тогда можем присматриваться к покупкам. Но пока о покупках говорить слишком-слишком рано. Если мы рассматриваем именно модель некой ретеста, собственно говоря, вот такой базы. То есть вот такую модель мы рассматриваем. Она здесь как бы виднеется, но до нее нужно еще дожить. Придем к следующему инструменту. Это, конечно же, золото. Да, собственно говоря, я планировал здесь дальнейшие продажи вниз, поскольку здесь и объемы у нас вырастали на продаже. Но, тем не менее, все-таки рынок ушел наверх. И он находится сейчас в вечном состоянии. Он нарисовал у нас некий флетовый коридор, флетовый канал, вокруг которого мы, собственно говоря, крутимся. В принципе, здесь вот этот уровень, который мы выставили еще до того, как 14.76.97, мы его немножко выше подтянем до уровня 14.80 до 29. И можем воспользоваться пока возможностью торговли в этом флетовом канале. Пока есть такая возможность. Покупайте от нижней границы, продавайте от верхней границы. Если мы говорим о долгосрочных, таких, собственно говоря, сделках, пока долгосрочные сделки я бы вам не рекомендовал здесь предпринять. Но в случае пробоя уровня 14.74.59 и закрепления ниже, в принципе, можете продать данный инструмент до уровня 14.53. В принципе, здесь и есть такая сделочка. Хотя большую часть вам, конечно же, нужно прикрыть на уровень 14.58.40. В случае, если мы рассматриваем такие долгосрочные покупки, говорить о долгосрочных покупках, можно только при пробои 14.84.40. И то, если рынок у нас создаст, собственно говоря, подобное накопление гораздо выше, тогда мы сможем рассматривать какие-то здесь покупки. Перейдем к следующему инструменту. Это, конечно же, фунт. Фунт по-прежнему находится у нас в нисходящей пиле. После определенного резкого такого взлета мы уже отыграли данный взлет, мы уже отбили его, мы уже закрыли это, собственно говоря, распределение. Здесь, в целом, объем у нас начинает снижаться, что, конечно же, свидетельствует о том, что рынок у нас потихонечку уходит в некое флетовое замедление, флетовый канал. И вполне вероятно, на следующих неделях рынок уйдет в очень серьезный такой флет, в котором мы будем находиться крайне-крайне долго. Здесь диапазон примерно следующий. Это уровень, это диапазон между 1.368 и 1.29862. Это вот этот диапазон, это нижняя часть и верхняя часть, это 1.309.43. Вполне вероятно, что рынок уйдет в эту флетовую область, поэтому мы сейчас, собственно говоря, ищем возможность прикупить, поскольку мы находимся на минимальных точках. В случае, если рынок у нас и дальше начнет потихонечку разворачиваться, что он сейчас предпринимает, и вы увидите усиление, собственно говоря, на объемах. Также вы видите шпильки, можете прикупить данный инструмент с удержанием до уровня 1.30943, прошу прощения, то есть примерно до вот этих величин. Ну а здесь уже в зависимости от обстоятельств, если рынок начнет откатывать, и вы увидите замедление, вы увидите начинающийся флет, вы можете здесь продать и, соответственно, на этом может быть немножечко заработать. Перейдем к следующему инструменту, это, конечно же, евро. Евро наконец-таки, собственно говоря, вышел вот с этой флетовой пилы, которая у нас находилась. Сейчас мы валимся вниз. Говорить о покупках слишком рано. На мой взгляд, покупки у нас начнутся от уровня гораздо ниже. Это диапазон уровня 1.10373 и 1.10330. Пока мы до туда дойдем, пока есть такая возможность, ищем небольшой откат в обратную сторону, и ищем возможность встать в сторону продажи, поскольку в данное флотовое движение, данное, по-моему, трендовое движение, оно только начинается, и вполне вероятно, мы покатимся еще ниже, поскольку здесь у нас сформирована достаточно большая позиция на покупку у толпы. И, конечно же, эту толпу начнут потихонечку разводить. Что я имею в виду? Мы видим здесь у нас появление некого определенных таких накоплений. Вот здесь накопление, здесь накопление, и большая часть этих накоплений, конечно же, сформирована в сторону дальнейшего продолжения, то есть в сторону покупок. Пока что данное движение, если мы говорим о движении вниз, вот этого движения слишком мало для того, чтобы их всех развести на стопы. Именно по этой причине, когда я говорю о том, что сейчас рынок снова пойдет, людей, собственно говоря, поведет на стопы, я имею в виду, что рынок начнет потихонечку откатывать в обратную сторону, и вам нужно найти возможность найти конец этого отката и встать в сторону, собственно говоря, продажи. По традиции ждем откаты к нашим синим уровням. Это уровень 1.109.98 и 1.107.75 и 1.106.48. Ждем отката в эту область и продаем до нашего, собственно говоря, до нашей ключевой области, которую разметили до того, как эта область, я и уже озвучивал, область в районе уровня 1.103.73. Да, у нас сейчас объемы потихонечку падают, что, конечно же, может свидетельствовать о некой затормозке, но все-таки у нас есть потенциал движения вниз. Говорить о покупках здесь очень-очень рано. Слишком рано говорить здесь о покупках. Итак, давайте посмотрим с вами канадец. Канадец посмотрим, и на этом, собственно говоря, наш обзор закончится. Что касается канадца. По канадцу у нас потихонечку стали появляться быки на сцене, но нужно иметь в виду, что эти быки, они достаточно неуверены. Мы видим, что они проявили очень большую силу на объемах. У нас эти объемы выстреливают, у нас появляются хвосты. Конечно же, это указывает на то, что в рынке эти быки появились, но они очень слабые еще для того, чтобы рынок дальше сдвинуться вверх. Все-таки ожидаю здесь дальнейшего движения вниз, поскольку потенциал у нас есть до уровня 1.307.51. Потенциал для этого очень-очень большой, поскольку мы смогли пробить вот этот глобальный-глобальный флэт, сформированный, ну, если здесь видите, синими, собственно говоря, линиями. Мы его с вами обозначили несколько недель тому назад, поэтому если вас прям совсем интересует этот момент, присмотрите несколько обзоров моих предыдущих, чтобы понять вот этот лучший вот этот момент. Перейдем с вами еще раз на часовик. Здесь снова возвращаемся в эту область. И говорить о долгосрочных покупках можно, но при пробое уровня 1.31.833, тогда мы сможем говорить о покупках пока еще слишком рано. Если мы говорим о продажах, продажи здесь присутствуют, да вот прямо, в принципе, сейчас, до уровня 1.30.811. Эти продажи прям вот, если здесь, понимаете, есть некоторая развилка, хотите немножко больше риска, можете продать прямо сейчас. Хотите чуть-чуть поменьше риска, подождите, подождите пробоя уровня 1.31.471, причем волатильного пробоя, и, в принципе, можете продать данный инструмент с удержанием до уровня 1.308.11. А, в принципе, на этом все. Я посмотрел комментарии, которые вы оставили к предыдущему ролику, вопросов у вас нет. Пишите, какие вопросы вам осветить, что вам рассказать. Я думаю, что это было бы достаточно интересно. Удачи вам, с праздником, с наступающим. Зарабатывайте!